Девайн Дивинити 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 Хоть что-то хорошее сказали обо мне. Нападение 36, защита 34. А что значит нападение? Это что это? Ну ладно. Да уж, ты не боец. Поскольку ты не в состоянии причинить кому бы ты не была вред, тебе стоит подумать о карьере целителя. А войс сразу не убьют. Кстати, ты совершенно не умеешь защищаться. Сиди тихо. Завизжав от ужаса, ты рискуешь остаться без головы. Встучивость к молниям 0. Тебе нечего противопоставить удару молнии. Это вообще свойственно смертным. Постарайся не сердить багов и набег... Чё? Избегай вспыльчивых чародеев. Встучивость к огню 1. У тебя совершенно обычная устойчивость к огню. Огонь тебя обжигает, не играй со спичками. Встучивость к ядам 9. Яды не оказывают для тебя особенного действия. Ты не боишься укусов пчел. И, кстати, у тебя никогда не бывают похмелья. Это хорошо. Жалко, я не пью, да? Хоть какой-то был бы смысл во всем этом. Духовная стойкость тебе не свойственна. Посмотри правде в глаза, а тебе никогда не быть священником. Иди охотиться за... Или охотником за привидениями. Фигово. А, вот почему меня те призраки так жарили, да? Это зависит, да, как-то от твоего... Ну, ладно. Он нам даже может зачаровывать. Ну, блин, я боюсь, прям, честно говоря. О, Гном ювелир. Привет, человек. Ты женщина? Вы люди безбородые. Вот и разбери, кто у вас кто. Здравствуй, Гном. Какие новости? Сегодня никаких. Попозже приходи. Ну, понятно. А, торговец... Ты не торговец? Где? Ты же ювелир. Где могу купить что-нибудь у тебя? Я хочу брошку какую-нибудь. Зачаровать ее на все-все-все и носить ее до конца игры. Нет? Нельзя? А там кто бегает? У-у-у, свинехи. Порося. Ху. Здравствуй, человек. Не обижайся, пожалуйста, но ты... Господин или госпожа? Я женщина, разве не видно? Ну, я же просил не обижаться. Я ведь как привык. Без бороды значит женщина. Но люди взяли в привычку взбри бороды. Такие конфузы случаются, ты не представляешь. У людей есть и другие признаки, кроме бороды, чтобы отличить пол. Все так, но видишь ли, я слишком хорошо воспитан, чтобы смотреть вам ниже шеи. Хотя мой рост здорово усложняет дело. Позволь представиться, Евсений, грибоховост, я развожу свиней. Да я уж поняла по твоим башмакам, придурок. Хе-хе, вот и жена мне говорит. Евсений, мол, я понимаю, что свиней разводить в дерьме ходить, но ты тащишь его на ковер. Хорошая у меня жена, понимающая. Должно быть из себя прибыльное дело. Гномы и дени могут прожить без свиней отбивной. И без сына у молока. Другие-то народы от него нос воротят. А вот очень даже зря. Здоровый гном без кринки молока. Как и не позавтракал. Похмелье снимает на раз-два. Охотно верю, что оно помогает освободить желудок от остатков браги. От остатков браги. Я пойду, пожалуй, пока сапоги не замарала. Заходи в любое время. Мне что днем, что ночь поболтать за радость. Только скажи мне, что ты продаешь. Ничего. Все. Вот и покричали, пообщались. Ух ты, это что? Интересно, эта фигня какая-нибудь обломится? Сломается? Нет? Да не, наверное. Хотя... Ой, чтейка. Так, съем я иконочку. Это кто? Едальня старый молот. Едальня. Как так не обзовут? Так, гном солдат, гном родокоп, гном ювелир. Гном род... А... А торговец где? Который может продать мне похавать. Ммм, непонятно. Столовка, видимо, общественная. Еду сам приносишь, так. Совет Галлиполиса. Че? Эм... Григорий Донатрим. Добро пожаловать, человек. Рааа. Меня зовут Григорий Донатрим. И я староста Галлиполиса. Рааа. Я не умею это делать. Специально, по крайней мере. Он совершенно уверен, что староста поселка. Может, у вас белая горячка? Я всегда говорила, работать, работай, но и отдыхать не забывай. Вот так-то. Рааа. Да, но... Не могли бы вы не дышать в мою сторону? Шо вы пьете, кстати? Спирт с медом? Это медовуха. Лучше пойло для гномов не сыскать. Рааа. Ну, до встречи. Подожди. Пойло для гномов. Хотя... Ладно, до встречи, действительно. Гном воин. Разбитый медно свиток. Заклинаешь? Шо вы пьете? Ах! С гномским! Это, видимо, чтобы этот составной ключ. Берем все, короче. Манускрипт. Лучшие тоннели по... По всю? По всю сторону. По всю, видимо. Не знаю. По всю. По всю... По... А, ну, по всю. По эту, то есть. По всю? А, чё, есть, правда, такое слово? Сю? Ну, то есть, по всю? Я не знала. Ну, сей, сю. Чё, серьёзно? Блин, это так редко встречается, что я как-то сейчас зависла. По всю в сторону гор. Пейса Проныра. Поистине красоту тоннелей способен понять только гном. Например, автор описывает оттенки серого камня в стенах тоннеля или в одном пласте на 50 с лишним страницах. Кошмар. Рецепт для всех часть 12. Домашнее вино. Процесс виноделия претерпел значительные изменения в последнее время. Богатым господам в наши дни прийти даже мысль о том, что виноградный сок выжимается пятками простолюдинов, не ведающих простейших правил гигиены. Поэтому теперь виноград дают деревянным прессам. В остальном же благородный напиток делается довольно просто. Добавьте в сок сахар и закваску. Оставьте в прохладном помещении и через некоторое время получите старое доброе вино. Я помню, да, как-то мы дома делали... Ну, что-то вроде варенья. А получилось почти вино! Да, весело было. Да как так-то? У меня нет ключа от этого замка. Да ладно. Боже, тут заперто. А составные ключи чего? Рецепты для всех. Часть 12. Медовуха. Для приготовления медовухи вам потребуется всего лишь мед и вода. Однако смеси потребуются долгое время для вызревания и ферментации. Если вместо воды взять фруктовый или ягодный сок, то у напитка будут совершенно другие свойства. Секрет гномской медовухи хранится в строжайшей тайне, а потом рассказать его автор не может. А составной ключ-то отчего? Такой замок не взломать. Так я не пытаюсь его взломать, дурта несчастная. Я пытаюсь его открыть. Заперто. Ну, заперто так заперто. Тащи, а кто тут? Вот видите, здесь кто-то есть. О! Говорят, что твои соплеменники довольны тобой. Какие новости? Сегодня никаких? Понятно. Жаль. Бутылка вина, кстати. Короче, ничего тут интересного. Боже, неужели в вере здесь перец? Я не хочу. Давайте найдем все-таки этот обуз торговый. Где бы он ни был. Должен быть южнее, как мы помним. Что такое тут происходит? Что это? Вы так странно как-то стоите. Меня это пугает. О, кстати, давайте телепорт активируем. Во! Мы же свиток-то взяли. Свиток с заклинанием, помните? Подобрали. Так, подождите секунду. Прикольно. Задание. Давай, так. Окончить с чумой в Паречь. Молодой рыцарь по имени Крис искал. Так, это та. Но. Утаскать вторую пирамидку телепорт. А, кстати. С пирамидой бы еще разобраться. А! Ммм. Знаете чего? Давайте сейчас вот так вот сделаем. Чё? Показалось. Господи. Я думала, не стену какую-то выстроить успели. Сейчас мы вот так вот сделаем. Не хочу просто, ну, как сказать, сама вести кого-то вдруг. Это плохо для меня закончится. Так, подожди. Может, к этому зайдем, товарищи? Чё такое? Где он, мужик? А где он? Эта дверь заперта крепче, чем сундук с гномскими пожитками. А чё? Где все-то? А где дядечка? Ам. Открой. А ключ-то нафига тогда вообще? Эх, какая жанка. Так, я не знаю, как оно лучше будет, чем наша кольчуга. Я не думала, конечно, но вдруг. Значит, давай вот так. Ну, только слегка ограбили. Так, а где мужичок-то мой? Ладно, мы из-за пирамиды пришли. Это что такое? А, это статуя, господи, не признала. Пирамидка, пирамидка. Вот она. Так, подожди. Так, подожди. Я не помню, как это все работает правильно. Слушайте, подожди. Да ладно? Там же дверь мне не открытая. Вроде была. Или я ее... А чё это они не работают-то? А чё... А, о, смотри. Чё это? Я его сдвинула, он взял... Что? Ты кто был? А это не тот был, который там колдовал-то в казармах? Из-за чего все стражники с ума сошли? Не? Чё происходит? Алё? Мужик, ты где? Где все? А серьёзно, где все-то? Эй, одна животина вокруг. А люди... А, господи, Ланилор. Стой. Послушайте. Если мы не узнаем, что произошло с Морденьей, всему посёлку придёт конец. А чё, я ещё не узнала, что ли? Я чё-то не въехала сейчас. А, луч солнца, как поцелуй в щёку. Навеки, навеки потерян. Секундочку. Я же вроде выяснила чё-то или нет. Я не завершила это задание? Я ничего не помню уже. А, вот. Так, подожди ты, господи. Если верить Ланилору, единственное способ вернуть в Морденье, раз это спуститься в катакомму, которая лежит под деревней. Вот за четырёх статуей. Я чё, там не была? Да ладно, вот зелёненьким отмечено, выполнено. Я ж спустила, я ж там была, вы чё? Убить вампира, пропавшее добро. Смотреть чёрную пещеру. Да я смотрела её! Проклятое бадство, снять проклятие. Собавство, отыскать рубила, да пошли они. Отыскать свитки пробуждения, да я в процессе. Разоблачить убийцу старого герцога, отыскать Зандалору. Нижние уровни подземелья Мартидонны меня пугают. Кто знает, кто знает. Да, уж действительно. Мартидонна. Поиск крещенного оружия. Что случилось с Зандалором? Я чё-то вообще... Отыскать в трупе. А это смысл? Блин, как-то это странно сейчас вышло. Ну ладно. Я вот чё-то вот это не поняла. Я же вроде закончила всё это. Мы были внизу. Или я... Я чё-то ничего не помню. Слушайте, ребят, напишите мне. Мы закончили? Мы были? Внизу мы там сделали всё? Я чё-то уже вообще ни черта не помню. Это было так давно. У нас был перерыв. У нас был отпуск на канале. Я ничего не помню вообще. Короче. Ладно. Всё очень... Торгуец куда-то делался. Я вообще знаю, если прийти... Вот как бы спустя какое-то время, да, сюда, к этому торговцу... Так вот сейчас небольшой такой спойлер, наверное. Здесь должен лежать его труп. И нам должны дать задание... На поиск убийцы. Но сейчас чё-то я ничего не... А, подожди. Может я сейчас вот так вот сделаю? Может он там лежит? Всё ещё заперто. Да какого хрена-то? Жизнь тлеем просто. О, господи. Что ж ты делаешь со мной? Короче, чё-то какая-то ахинея. Фиг с ним. Всё неважно вообще. Идём тогда... Я не знаю, господи. Двери здесь ты. Не, нифига не. Двери здесь ты. Идём искать повозку. Надо разгребать дела здесь. Позорённая деревня. Харчивная ярость гномская-то. Кстати, гильдия воинов. А мне нужна ещё гильдия воров была, да? Гномские чертоги. Заброшенный замок бесов. Курганов ушедших. Где лочников? Во, надо к эльфам сходить. У меня же есть эльфийский свиток. Или чё у меня там? Чё-то у меня было, короче. Так я уже тут? Здесь такие перемещения... Хрень поймёшь вообще. Господи. За что ты так со мной игра? Ой, подожди-ка секундочку. Оп-оп-оп-оп, смотри-ка. Зачем я сюда телепортнулась обещать? У тебя кто-нибудь? Опа. Смотри, как я умею. Сколько с них опыта, кстати, чё сдают? Заради любопытства. Надо к эльфам сходить-ка. Фигня. О, как мне нравится. Так, идём к ельфам. Ельфы, это да. Чё, хамили, что ли? Как их там много? О, господи. О, господи. А чё никому в голову не приходит зайти внутрь и проверить, чё у них там творится? Ой, с одного удара, офигеть. Эд, мне понравилось. Давай. Доставляет. Не могу. Ну и чё? Курять. О, еда. Овощи, хлебушек. Хавчик надо восстанавливать здоровье, это важно. Чё ещё тут есть? Ничего. Смотри-ка, можем. Всё, я буду ночевать здесь, это мой дом. Я бы очистила, это мой дом. Овощи. Здрасте. А вы не хотите помочь своим солдатам? Или у вас радиус обзора не настолько велик, чтобы узреть, что у них неприятности? По всей видимости. Так, давайте включим вот это вот замечательное. Весч. И понеслась. Нам нужно к елфам. Ну, нам к ним, на самом деле, не очень это нужно, но нам нужно. Чё-то кто там ходит. О, тролль. Крыса, это кто тут? Вот это... О, господи. Так, ладненько. Мне так нравится, как они разваливаются. О, господи, как у вас много. Кстати, нам же ещё от троллей нужно избавиться, помните? Нам фермеры жаловались. Может быть, если мы здесь подчистим сейчас их, жизнь станет лучше? Слабо лекарство. А чё оно тут лежит? Нычка, что-то чья-то. Ой, здравствуй. Не плюсь у меня, пожалуйста. Я могу обидеться. Ой, я его себе не могу. Так, волчара на лайку похожий. Чё не давит-то это-то? Ну давай. Да господи, чё, в дерево, что ли, попадают? Чё, в чём проблема? Слепой какой-то волк. Но с другой стороны, мы тоже когда-то такими были. Чё уж. Не надо так делать. Оп, подожди секундочку. Знаете, вот с увеличением радиуса обзора я начинаю думать, что вот этот вот метод не так плох. Потому что мы хотя бы можем перемещать персонажа относительно... Точнее, экран относительно персонажа, а не просто, чтобы он был по центру, и мы нифига не видели. А так я хоть могу... Мне только немножко бесит то, что вот из-за того, что здесь менюшечка, вот здесь вот нельзя приходить, вот здесь вот по бокам. Просто я хоть могу вперёд посмотреть и как бы нацелиться на то, что мне надо. Не скажу, конечно, что это удобно, но чё поделать. С другой стороны, это напоминает очень Балдурс Гейтс. Так что, в принципе, не смертельно. Видите, зато я могу уже видеть отсюда то, что здесь есть паук. Ого-го-го-го-го. Это, по-моему, эльфийский, да? Да-да-да, вот эти эльфы здесь живут наверху. А вот эльфийский. Чтобы прыгнуть через этот телепорт... А у меня нет эльфийского свитка, что ли, господи? А у какого у меня есть? Подожди. У меня же там был какой-то один. А, он, наверное... Нет, я не знаю. Стоп. Куда ты пошла? Стою, иди сюда. Так, гнома я активировала, да? Магов... Не знаю. Это общий свиток. Закрой мне его. Алирод. Ой, ой, нету. Вернись, я все прощу. А, это кто? Короче, что-то я запуталась. Понятно, эльфийского свитка у меня нет. Я все поняла. Печально. А я уже была обнадежилась. Обнадежилась. Ладно, сейчас зайдем к эльфам. Может, выпросим о нем, скажем, отдайте. Очень надо. Так, а что тут тогда? Опа. Да, с троллей, конечно, уже не так весело. Опыт выпадает. Ну, что поделать. Зато зомбарыл их неплохо. А что ты не бежишь? Можно узнать? Та-да-да-да. Так, а что же они там охраняют? Чего их тут так много? А там есть какой-то тайный смысл? Или нет? Подойдите поближе. Главное, мы видим, а вот стрелы не долетают. Они не видят. Видите, я стреляю, а тлок-то как бы... Не очень. Здесь на... От чего это зависит? То есть... Я думала, что стрелы будут лететь на такое расстояние, на какое у нас распространяется эльфийский взор. А на день-то нифига. Ну, эти стрелы не долетают, они пропадают. Че делать, как быть? Сейчас я помню, попадать тупо из-за кустов. Пады-дам. Тут че? Ах, нифига. Какое-то кладбище, что ли, эльфийское. Ща проверим. Ну реально, ну лайка, ну... Какой волк, а че он вообще? Че-че-че, подожди. Казалось? Сидеть где-нибудь. Подъем-то. Ух ты, какая дура. Надо валить. Давай вот так. Ой, че-то ты жирный. Не-не-не, куда ты? Подожди. Вернись! Вот паука-то мне еще не хватало, конечно. Так, подожди. А я могу воскресить вот этого тропля? А могу? Фас. Нет, да? Тролюся, давай. Подсоби. Ха-ха-ха. Прикольно. Правда, он нифига не попадает. О, отлично. Ой, нет. Отплекся. Но ненадолго. Куда ты пошел? Стой. Че-то он какой-то прям вообще нехороший, да? Давай я тебя заморожу. Стой. Стой, говорю. Ой, на него не работает. Фига. А че так? А че тебе так много? Да, пари-то, господи. Кончите, ну-ка. Откуда у него доспех? Это, конечно, под вопросом. Под большим. Но не важно, господи. Так ли это важно для нас? Если задуматься. Так, а я убила вождя. Это, как бы, мы можем прийти к фермеру и сказать то, что чувак... О, смотри, женщина какая-то. Нитка. Че, вы... Так, чуть-чуть. Рекомендую... Да, да, оружие убрать, да. Уберите. Иди отсюда, у меня полно... Чем вы тут занимаетесь, блин, а? Мародерствуйте? Вы воруете трупы? Вы напарника моего спрашиваете. Занятая, не видно, что ли? Нет, не видно. Ну-ка, иди сюда, штык. Тебе че, девочка? Не видишь, мы занятые. Вы чем тут заняты, уроды? Не твое дело. Сдается мне, кладбищенский сторож не одобрит вашу деятельность. Может быть, стоит позвать его? Ну, пёс с тобой расскажу. Нас один некромант нанял. Филероном его зовут. Че-то знакомый Филерон. Филерон. Это который нашего этого, по-моему... Мордения, Моренди с ума свел, да? Да-да-да, он, по-моему. Нужны ему, видишь, какие-то особенные трупы. А что у них такого особенного? Я не знаю, знать не хочу. Вы поставляете некроманту мертвецов для опытов? По миру и так бродят толпы неупокоенных. Не-не-не, не для опытов. Филерон нужны разумные скелеты для одного большого дела. В записке было что-то про воскрешение. Филерон поклялся могилой матери, что не замышляет ничего дурного. Не буду вас отвлекать, что ни день, ни сего чудеса. Уходите-ка по-добру, по-здорову. Я доложу вас, смотрите, он доложит родственников, а те, думаю, очень на вас рассердятся. Филерон, слушайте, неужели мы, правда, не делали ничего? Подожди, ну не может же быть. Я же помню, может быть, я просто, я помню, я это делала, но вот один нюанс. Я не помню, я это делала до того, как начала прохождение, или уже в нём. Я не помню. Сейчас проверим. Так, встретиться с Янушем. Так, буки для Лейлы. Фигня, фигня, помочь поварову попасть в термой замок. Колодец, так сказать, уничтожить обоз. Стретиться с Зандалором в харчевне. Не сделано, я так понимаю, да, раскрасненькое. Депши, Миклэш. Так, найти пропавшего ребёнка. Бить вампира. Подземелья для рода. Ну вот, сделано же, задание выполнено. Чё вам надо-то от меня? Почему он в себя не пришёл? Лекарство для Верлата, лекарство для Симона, целебнедрабля. Да какого фига-то? Я не понимаю. Я не помню. Ребятки, кто помнит, напишите. Мы убивали... Филерона, вот это некроманта, убивали в окружении большого-большого числа скелетов. Я не помню, правда. Я просто... Я не помню, делала я это действительно до начала прохождения, то есть, когда вот сама думала, что я для себя буду проходить. Или я это делаю ещё и в прохождении. Я ещё хочу туда. Как туда попасть? Здесь вон в могилке что-то было. Я помню, там была какая-то могилка. Там что-то было. Ладно, я не буду ничего брать. Да, я щита тупишь. Так, нет, даже мне что-то так неудобно уже. Люсти. Какие кровавые следы. Это я наоставляла или это было? Где вход на кладбище? Привет. Где вход? Что за люди здесь? Что кто-то... Кролик... А, это кролик. Как попасть туда? Во. Аллилуйя. Э, слышь? Ага, он же... Там всё, что скажешь. Чёрт. Только не бей меня. Блин. Крата пойдёт с Джеком в могилу. Чёрт, этот Джек до сих пор жив, что ли? Брат мертвяк. Брат мертвяк. Поднимись и помоги мне. Блин, ну там что-то говорило, а я... Ни хрена! А я это самое сбросила опять неожиданно. Слушайте, мы сейчас тут опыта возьмём вообще-то... Ну, поняли. Брат мертвяк. Слушайте, когда этот Джек сдохнет? Это всё началось из-за того, что я там на могилку, что ли, цветочки положила или чё? В чём проблема? Почему всё так плохо? Интересно, если бы я этого не сделала... Они бы тут бродили вот так вот так же. Я не хочу унести столько вещей. Надо что-нибудь бросить. Не надо ничего бросать. Всё нормально. Душу швысток много-то. Спокойно. Ой, не хочу с ними в ночи драться. Какая же грустно. О, господи. Ладно, сейчас подожди. Давай тебя убьём. Вот это я сейчас зря. Я хочу попробовать воскресить. Хотя нет, это глупо. Это манну только тратить. Зачем мне это? Куда он увёл бабищу? Подожди, давай почитаем. Зомби-похититель. Первое, что предстало моим глазам на кладбище, это живой труп, вцепившийся в привлекательную молодую женщину. Нужно во что бы то ни стало спасти её. Нужен-то нужно. Так, куда она её увёл? Тоже хороший вопрос. Сейчас так испугалась, нажала вместо контр, ой, вместо альта, клавишу винды, думала сейчас игра свернётся, аж напряглась. Такая, знаете, медленно-медленно так палец-мизинец с этой кнопочки на альт. Аккуратненько, вроде, вроде всё нормально. Слушайте, блин, это надолго. Ещё и ночь. Уйди в сад. Знаете чё, давайте здесь остановимся, потому что, как бы, уже и так 40 минут, и, как бы, не хочу опять, чтобы на 2 часа серия вышла. В общем, приостановимся, в следующей серии продолжим, спасим бабищу, может быть. Чей-то Джек какой-то, вообще бессмертный. Сколько Марса вы уже убивали, и он всё вылазит и вылазит, или я чё-то не понимаю вообще. Какой-то он... Может, он откуда-то из другого мира вещает, а эти трупы, это просто, как бы, его аватары. Я не знаю, короче. Не важно. Узнаем в ближайшем, возможно, будущем. А может быть, и не узнаем. Может быть, до конца игры ты такая останется. Наверное, с тайной кто узнает. В общем, если эта серия вам понравилась, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, не забывайте про группу ВКонтакте. И, в общем-то, до встречи в следующей серии. С вами была Севен, всем удачи и пока. Пока.